коллеги рад вас приветствовать мы начинаем поставьте пожалуйста плюсы и минусы что меня видно и слышно есть супер ура извиняюсь какие-то технические сложности с этим сервисом мы пробуем новый сервис его рекомендовали как очень удобный но почему-то он не включает ни камеру не звук как будто их нету так большая часть людей перешла так у меня пока грузится презентация в этом сервисе с виду симпатичный интерфейс дан к сожалению что-то у них такое я не понимаю что но как будто я не докладчик в общем я думаю что мы не будем иметь пользоваться потому что но это плохо хорошо мне пишут что пару минут еще будет грузиться презентация я начну я ее к счастью помню наизусть практически я попробую сделать меня выше если это возможно ну вот хотя бы так хорошо рад приветствовать меня зовут дмитрий романов я являюсь основателем университета искусственного интеллекта сегодня у нас день открытых дверей то есть я сразу скажу это не контентный вебинар это именно день открытых дверей то есть это презентация курса у меня есть презентация я ее вам расскажу ну то есть она уже отлаженная мы ее ведем уже сто миллионный раз я уже от зубов отлетает все в этой презентации но при этом важно на днях открытых дверей очень хорошо отвечать на вопросы то есть я обычно очень много отвечаю на вопросы нет в этих дверей поэтому задавайте вопросы это будет хорошо я на них вам отвечу и сейчас самый лучший момент когда ну самый лучший момент для вас услышать все ответы на вопросы потому что я и сам нейронщик то есть я и готовил этот курс практически полностью и я руковожу компании то есть меня точно есть все ответы на ваши вопросы единственное что часто бывает так что когда набирается некоторая критическая масса участников обычно это 100 человек начинается столько вопросов что я не успеваю вести презентацию поэтому я буду делать некоторые блоки я буду говорить а вот теперь вопросы то есть если у вас есть вопросы и вы ну хотите их задать запомните их когда я скажу блок а вот сейчас вопросы задавайте и я вам на них отвечу я на них отвечу то есть я буду что-то рассказывать и и по какому-то времени конкретному отвлекаться не отвлекаться переключаться на вопрос да ну давайте сейчас я коротко отвечу на единственный вопрос как называется компания университет искусственного интеллекта и собственно начну рассказ это интересно делать презентации ноги да но смотрите есть типовые вопросы сколько стоит обучение это я в конце расскажу поэтому дождитесь такие вопросы которые основные бытовые они будут в процессе и так давайте коротко я представлюсь еще раз меня зовут дмитрий романов я сам разработчик области искусственного интеллекта очень давно с 2003 года с 18 лет собственно когда я еще учился на втором курсе я увлекся нейронками тогда были совсем другие времена и ходить нейронки было в миллион раз сложнее чем сейчас прям просто нереально сложнее и приходилось знать много математики в отличие от сейчас когда математику знать вообще нет необходимости практически никак то есть у нас девочка 7 класс 13 лет обучается например они сюда же квадратное уравнение не проходили собственно я вот с тех пор я очень много это программирую и до сих пор я постоянно участвую то есть и сейчас я до сих пор постоянно программирую нейронки и веду занятия и курирую наших преподавателей и наши проекты потому что мы сейчас стартуем собственные проекты в области ай то есть мы не только университет мы немного уже больше чем университет то есть мы не только преподаем мы и сами свои проекты реализуем частности часто медицинский первый проект и в области строек строительство строек квадрокоптеры для строек на автопилоте нашему университету сейчас примерно полтора года примерно полтора года при этом за эти полтора года мы уже стали мы крупнее точно всего на рынке то есть я но мы мониторим и по масштабам да и по качеству продукта мы уже впереди всего сейчас есть на рынке ну и чтобы вы представляли это не я и там полтора дизайнера на сейчас команда больше 30 человек то есть довольно большая у нас штат преподавателей поверх этого ну то есть те кто у нас кураторы преподаватели кто готовят нам новые курсы сейчас уже больше 17 человек и мы отсмотрели огромное количество преподавателей количество студентов на данный момент нас уже приближается в тысячи ну то есть восемьсот пятьдесят девятьсот примерно количество людей которые у нас учатся нас огромная база контента то есть у нас там 250 сейчас уже с лишним единиц контента и так далее и мы действуем по лицензии министерства образования то есть мы не היers так не просто так решили университетом назваться а мы действуем по лицензии министерство образования и мы даем дипломы собственно начнем ставился мы действуем по лицензии то есть мы даем дипломы сейчас у нас уже есть выпуски которые с дипломами и если хотите на сайте можете посмотреть у нас вручение дипломов и комментарии людей с вручения дипломов, то есть это полноценный диплом установленного образца. Так, давайте я быстренько отвечу на вопросы, и, о, счастье, подгрузилась презентация. Какие минимальные навыки ПК нужны? Ну, работа с браузером, работа с Excel, ну, то есть такие базовые. Если подъехать к вам, то можно побеседовать? Можно. Напишите мне в личку, я в конце даю всегда личку в контакт, в WhatsApp, напишите мне, и можно будет обсудить. То есть стоимость 69 900, это базовая стоимость курса. Высшую математику нет, вообще не нужно, еще раз, седьмой класс, 13 лет обучается. И самая популярная отрасль в ближайшем будущем, по вашему мнению, или почему привыкательно заниматься именно этим? Искусственный интеллект – это основное, что сейчас происходит на Земле, то есть его появление сравнимо с появлением сельского хозяйства. И количество вакансий и проектов по нему только растет в ближайшие 20-30 лет, это будет главный вообще тренд. Математика не нужна спасения, да, по счастью, сейчас. Ну, это, грубо говоря, как знать, как работает двигатель внутреннего сгорания для того, чтобы водить машину. Не нужно. Прикольно? Прикольно. Но нужно? Не нужно. Ну, скажем так, какую-то продвинутую, базовую мы вам дадим на курсе. Как без математики-то? Нормально, сейчас все в библиотеках. Участвует ли университет искусственный интеллект в федеральном проекте кадровской экономики и национальной программе цифральной? Нет, не участвует. Какие задачи можно выполнять после прохождения курса? Будет впереди. А если я хочу сделать машину, а не просто ее водить, а зачем вам делать машину в современном мире? То есть, если вы хотите переписать библиотеки Keras и TensorFlow, которые пишут Google, ну, это похвально, но нереально. Но это все равно, что сейчас самостоятельно в гараже собрать машину эквивалентную Мерседесу, когда доступны Мерседесы. Ну, и эти библиотеки, они все бесплатные. То есть, представьте, вокруг кучи бесплатных Мерседесов, бери и езди, в чем смысл делать машину в своем гараже? Ну, водить, я имею в виду, писать нейронки. То есть, писать нейронки вы будете, просто на основываясь на библиотеках. Но это, грубо говоря, все равно, что взять и свой язык программирования придумать. Сказать, нет, я не хочу писать на питоне, я буду делать свой собственный язык программирования, начиная с программирования микроконтроллеров, ассемблер свой, потом что-то более высокоуровневое, и на этом буду писать нейронные сети. Ну, или там сайты. Это примерно то же самое. То есть, сейчас это бессмысленно. Так, ура. Это я. Это про наш университет. Да, то, что я забыл сказать, у нас огромное количество кейсов, сейчас уже 46 кейсов. Это нейронки, которые сделали наши выпускники, и мы делаем упор на курсе на то, чтобы вы реализовали проект. Потому что проект, а, многие приходят для того, чтобы сделать проект для компании или для своего стартапа, б, проект – это ключевое, что влияет на трудоустройство, портфолио в нейронках, это ключевое. Я сразу скажу, я сейчас собеседую нейронщиков постоянно, но только сегодня у меня несколько собеседований было. И из нашей базы, из HeadHunter, я знаю, как происходит нейронщиков. Проект – это одно из самого ключевого. И мы поэтому делаем на это упор. Хорошо. Важное наше отличие. Мы специализируемся только на искусственном интеллекте, ни на чем больше. Только на искусственном интеллекте. То есть, есть куча IT-компаний, которые обучают программированию, но у них есть и C-Sharp, и Java, и PHP, управление проектами, у кого-то маркетинг, дизайн и так далее. И заодно нейронные сети, машинное обучение, потому что на этот тренд. На этом тренд. Мы специализируемся только на искусственном интеллекте, ни на чем другом. То есть, вся наша компания, больше 30 человек, они только на этом специализируются. Ну и очевидно, я когда-то был генеральным директором крупного тренингового центра, крупнейшего в России. У нас линейка тренингов была где-то 60-70 тренингов. То есть, я знаю по своему опыту, что невозможно настолько хорошо сделать курс, когда у тебя линейка огромная, по сравнению с вариантом, когда ты занимаешься только одним этим курсом. Вообще невозможно. Дальше. Собственно, курс. Курс Data Science о нейронной сети. Стартует он 8 февраля. Есть два варианта этого курса. Курс для новичков и для программистов. Мы полностью разделили. Полностью. То есть, новички и программисты. Раньше мы делали вместе. Но, как бы, сложно было. Либо новичкам было сложно, либо программистам было скучно. Поэтому мы очень много учились, разбирались, как это сделать. Делали разные потоки. Сейчас мы сделали два полностью разных курса. Вообще полностью разных курса. Длительность курса для программистов 6 месяцев. Длительность курса для новичков 9 месяцев. Почему так? Потому что для новичков им просто вначале добавили три месяца питона программирования и математики Базборд. Все. То есть, это подготовительный этап. Три месяца. Программистам мы даем это все в записи параллельно. Но, в целом, программисты, у кого техническое образование, ну, математику это уже в целом знают или очень быстро освоят, питон тоже мгновенно освоят. Ну, то есть, у меня много лет было на C-шарпе, на матлабе, на плюсах. Я в какой-то момент просто сел на питоне и начал писать, посмотрев там полвебинара, ну, и гуглил, что мне нужно было по ходу. Будут два отдельных курса. На шесть месяцев для программистов, на девять месяцев для непрограммистов. Нейронок будет и там, и там по шесть месяцев. Просто неопрограммистов будет в начале три месяца питон и математика. Так, давайте я подвечаю на вопросы. Какие задачи можно выполнять после прохождения? Ну, например, делать разметку дороги для автопилотов, машин и object detection. Распознавать стили музыки, распознавать людей, оценивать зарплату человека по резюме на HeadHunter, распознавать марки машин, распознавать тексты обращения в хелпдеск или договора, делать умный поиск по договорам. Типа, найди мне все, где сказано про неустойку. Куча таких задач. Больше 20 точно таких задач вы будете делать. Думаете, материнка в принципе все уже придумано? Нет, еще вообще конь не валялся. Сколько я зарабатываю? Давайте это останется секретом. Но это очень крупные суммы. Но и работаю я. Много и хорошо. Я наконец-то вышел стабильно 7 дней в неделю по 12 часов работы. И планирую еще больше сделать. На фрилансе есть задачи по AI. Да, есть. Но мы сейчас их делаем, стараемся сделать больше. То есть мы сейчас готовим портал AI Hunter. И мы начинаем проводить обучение и конференции для предпринимателей, чтобы объяснять им, как это делается и почему круто делать на фрилансе в том числе. Почему круто удаленные разработчики и почему круто выпускники наших курсов. И они нанимают. У нас сейчас в среднем мы по одному проектному заказу в неделю сбрасываем по нашей базе выпускников, ну и там студентов, которые уже близко к завершению. И мы это будем сильно наращивать. Плюс мы делаем сейчас собственный портал найма только для нейронщиков. Чтобы всех компаний, которые вокруг нас, приводить туда. И чтобы они к вам обращались за проектными заказами. Ну или просто брали на работу по вакансиям. Пример вакансий. Но устно я вам сейчас не приведу. Если хотите, напишите мне в личку. Я на HeadHunter, наверное, отберу несколько. Даже интересно. Сделаю подборку и пришлю. Английский язык. Нет, не обязательно. И мы сейчас переводим всю документацию Керса на русский язык. Какая гарантия трудоустройства? Мы будем вас трудоустраивать до тех пор, пока вы не трудоустроитесь. У нас в среднем за два месяца после курса люди трудоустраиваются. То есть мы будем подбирать вам компанию. Упакуем вас. Упакуем ваше портфолио. Сделаем хорошую резюмешку. И будем отправлять и подбирать компании. Вы будете ходить на собеседование до тех пор, пока вы не трудоустроитесь. Изучение каких технологий предусматривает курс в каком объеме? В каком прикладном изучении будет возможно работать? Давайте я эту презентацию расскажу. Это очень большой вопрос, а это точно будет впереди. Возможно ли рассрочка оплаты? Да. У нас есть рассрочка от банков на 6-12 месяцев без процентов. Почта банка Тинькофф. И очень многие у нас берут через рассрочку. Звука не будет. Да. Сразу скажу, запись будет, придет к вам завтра. Написать книгу. Не понял вопрос. Что такое нейронные сети? Это алгоритмы, на которых пишется искусственный интеллект. Основные. Которые умеют... Самообучающиеся алгоритмы. Которые умеют сами решать какие-то интеллектуальные задачи. Какой график работы обычно такого специалиста стандартный? Конкурентные преимущества проекта на ИИ. Пропадает ли конкурентное преимущество? Не понял вопроса. Трудоустройство на русских. На русских, возможно, на заграничных, но не гарантирую. Мы в эту сторону смотрим. У нас уже есть люди, которые... Ну, хотя, как нам иностранные компании обращаются. Попробовать можем. Точно в России, точно трудоустроим. Ведь можно увидеть крутой проект ИИ. Быстро обучить собственную нейронку такой же работе. Нет, к сожалению. Там не все так просто. Там нужна же база для обучения. Нужно понимать архитектуру. Не понимая архитектуру, как устроена там нейронка внутри, вы так же не сделали. Ну, если все равно что сказать, что можно посмотреть на телефон iPhone, Apple и сделать такое же. Востребованы специалисты в регионах. Так же, как и по другим IT специальностям. Ниже, чем в Москве, но она есть. Работают ли выпускники удаленно? Да, удаленно можно найти работу, но сложнее, но возможно. Насколько квалифицированным специалистам по окончании курса, и конкретно на рынке специалистов, очень квалифицированным. То, что мы обучаем, далеко не все сеньор-разработчики, это самые топовые по нейронкам, знают все темы, которые мы обучаем. То есть, мы даем супер глубокие темы. Можно ли научиться без понимания начальной стадии понятия программирования? Да, на лайт потоки, на потоки для новичков мы сначала вам 3 месяца даем программирование, математику, и потом нейронки. Так что вы 100% их сможете освоить. Автоматическая торговля? Да, возможно. У нас сейчас много довольных участников, трейдеров пишут нейронки. Получается, например, Яндекс сумасшедшее преимущество, крупнейшая база всей информации в Рунете? Да, у Яндекса сумасшедшее преимущество, еще большее сумасшедшее преимущество у Гугла, у НVIDIA, у Фейсбука. Где вы учились? Московский институт электронной техники. А нейронкам я учился сам, потому что в 2003-м не было ничего вообще. Ну, то есть, были книжки. И все. Не было даже Ютуба. Уроки по субботам раз в неделю, остальное время смыслательная работа по вашим материалам. Да, все верно. Уроки можно смотреть в записи. Давайте последний вопрос, и я пойду к презентации. По какому курсу я буду обучаться, если обучаюсь в первом курсе факультета математики и компьютерных наук? То есть, математику я отчасти знаю, но Python не очень. Но выберите, если вы технарь, и у вас хорошо, прям хорошо с техническим мышлением и так далее, идите на Pro. Если вам надо быстрее, идите на Pro. Если нет, идите на Lite. Там вы постабильнее бы. Получается, самый крутой путь обучиться и идти работать у Яндекс? Нет, не факт. Ну, то есть, у Яндекса больше баз статистически, но есть куча компаний, у которых свои там рабочие базы, которые занимаются, я не знаю, генной инженерии и так далее. Сколько дней в неделю заниматься, в какое время? Давайте скидать, отвечу. Суббота. Начинающие в 12.00, продвинутые в 15.00. Цена обучения одинакова. 69.900 и там, и там. Знаний Java хватит. ML не только нейронки, поверхностное обучение будет. Ну, ML подавляющим образом сейчас нейронки, а глубокое обучение 100% только нейронки. Но у нас в курс LightAM точно входят несколько занятий по классическому машинному обучению. Для программистов мы не стали на него тратить время, но у нас есть отдельный курс на 10 занятий, большой по машинному обучению. Потом после курса по нейронкам можно будет его пройти. Там всякие адабусты, экскебусты, деревья решений и так далее. Так, все, поехали к презентации. Вопросы теперь в следующем блоке вопросов. У вас 129 человек, это точно уже критическая масса. Хорошо, этот курс для вас, если вы, у нас есть три аудитории. Три. Я сейчас опрошу, кто из вас кто. Первое, это те, кто только хочет стать программистом. Это те, кто не программисты, гуманитарии, к нам приходят аналитики, историки, фотографы, врачи, психологи. То есть совсем разные профессии. Школьники в том числе, отдельная профессия школьники. Те, кто хочет стать программистом. Очевидно, что искусственный интеллект гораздо более крутая тема, потому что быстрее все развивается. Самые интересные задачи, очень высокие зарплаты, по сравнению даже с другими айтишниками. На выходе, что у вас будет? Вы станете джуниор-разработчиком, то есть начинающим. Вы трудоустроитесь с гарантией, мы даем гарантию по договору, что мы вас трудоустроим. И вы сможете зарабатывать в среднем 70-100 тысяч в месяц. Это после завершения курса. Я сразу скажу, у меня работают джуниоры, средняя зарплата у меня 80 тысяч рублей. То есть это не голословно. 80 тысяч при удаленной работе. При удаленной. Вторая аудитория. Если вы уже программист. Если вы уже программист, то самое главное, вы станете медлом всего за 6 месяцев. Мы очень круто построили программу, очень глубокие сетки, поэтому вместо 2-3 лет изучения самостоятельно до медла, вы за 6 месяцев станете медлом. Мы вам дадим кучу кода, мы вам дадим кучу крутых тем, кучу кейсов в портфолио. То есть вы выйдете медлами. Это первое. Второе. Вы реализуете свой собственный университевый проект. Либо для стартапа, либо для своей компании, либо для опыта. То есть у вас будет готовый проект на выходе, реально работающий. Кстати, и новички тоже реализуют проекты. То есть у нас все реализовывают проекты. Но обычно это особенно важно для проразработчиков. И третья наша аудитория – это компании. К нам часто обращаются компании, которые хотят решить некоторый проект, и им гораздо выгоднее привезти к нам разработчика за 70 тысяч рублей, чем заказывать за 2 миллиона разработку где-то на стороне. То есть если вы руководитель компании, владелец и так далее, и вы хотите решить какой-то проект, вы можете к нам привезти разработчика. И это будет гораздо дешевле. Раз. Два. Мы его проконсультируем по проекту. Мы даем неограниченное количество консультаций. Я лично консультирую сейчас поголовно всех участников. То есть у меня каждый день консультации идут. И мы доводим прямо до готового проекта. Плюс мы составляем индивидуальную программу. В принципе у нас любой участник может, но обычно про поток, запросить индивидуальную программу, и мы составим. Но когда это люди от компании, мы точно составляем индивидуальную программу, чтобы они не тратили время на все другие темы, которые им не важны, и сосредоточились только на той теме, которая им важна. Собственно, можно привезти к нам разработчика, и всего за 69 900 он вам сделает проект, ну и за свое рабочее время. И более того, это будет человек, которого вы знаете, которому вы уже доверяете, как-то проверенный, и компетенция останется внутри компании. И это очень круто. И к нам приводят таких разработчиков уже Сбербанк, Норникель, ОРТ, МТС и кучу других компаний, в том числе уже не только из России. Так, поставьте один, если вы новичок, и хотите стать программистом. Два, если вы уже программист, и хотите стать крутым нейронщиком. Три, если вы компания, и вам надо, ну руководитель, вы компания, если вы руководитель в компании, и вы хотите сделать, реализовать проект. Один, 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 два, два, два. Традиционно у нас примерно 65 на 30 на 5. Два, три, два, два. Ну вот примерно статистика повторяется. О, сегодня есть компании. Компании не всегда есть. Ну понятно, что это редкий сегмент, но супер целевой, прям вообще супер целевой. То есть если эта компания, то вообще идеально. Так, супер, спасибо. Есть даже четыре. Это компания плюс новичок. Хорошо. Наши принципы обучения. Первое. Мы даем неограниченное количество консультаций. То есть мы сосредоточены на двух вещах. На двух. Ну то есть это глупо давать знания. В 2020 году вообще глупо давать знания. Ну типа мы вам покажем, как написать церковь, ручную сетку. Это вы есть на ютубе миллион. Да, мы делаем это качественнее, качественнее, но этого на ютубе очень много. У нас две главные цели. Первое. Это чтобы вы вышли с готовым проектом. Второе. Чтобы вы трудоустроились. Ну и первое, кстати, влияет на второе, если вы хотите трудоустроиться. Поэтому мы даем неограниченное количество консультаций, неограниченное, это в смысле неограниченное. То есть мне можно писать хоть каждый день и задавать вопросы по вашему проекту. Я сразу скажу, я фанатея всего этого, поэтому я, ну, недавно я просто зашиваюсь в работе, вижу в чате, кто-то выкладывает, говорит, у меня там вот такая-то ошибка, подскажите, что как. Я понимаю, что есть куратор, что это работа куратора. Он скоро ответит, все будет хорошо. Но я не мог удержаться, и я полез туда. Хотя я не успевал делать основную работу, я полез туда разбираться и переписываться с участником по его задаче. То есть я фанатею от этого. Поэтому я консультирую неограниченное количество. Если нужен созвон, ставим созвон. Если нет, то переписка. Это первое. Второе. Мы гарантируем трудоустройство. Прямо гарантируем. То есть у нас есть HR-отдел, у нас есть компании, которые вокруг нас. Мы будем упаковывать вас, оставлять вам резюмешки хорошие, давать рекомендательные письма, подбирать вам компании и так далее. До тех пор, пока вы не трудоустроитесь. У нас участники довольно классно трудоустраиваются, но в том числе, например, один из участников Huawei устроился. Это не слабые такие компании. Да. Так, последний вопрос. Тренинг-центр Синтон. Но есть такой тренинговый центр. Я когда-то был там генеральным директором. И у меня второе высшее психологическое, поэтому какое-то время я очень много говорился в психологической сфере. Так, дальше. Мы обучаем самым востребованным технологиям. То есть мы даем глубокие очень вещи. То есть мы доходим до крутых сеток. Мы сейчас, например, вот следующий у нас в плане сетка DeepMind. Переписываю DeepMind. Это супер сейчас топовая компания, дочерняя Google, которая делает эти нейронки, которые побеждают в Go, в шахматы и так далее, в StarCraft. Дальше. Мы делаем по Object Detection и так далее. То есть мы очень много всего глубоких, крутых сеток для вас делаем. Дальше у нас один из главных принципов это высочайшее качество контента. То есть мы никогда не даем так, что типа теория, теория. Мы когда готовим к контенту, мы сами ввучимся от этого. Ну то есть смотришь видюшку на YouTube, там рассказали, как это должно быть сделано, и типа ну идите делайте. Мы по всему контенту даем обязательно готовый код, покрытый комментарием. То есть код, написанный нами, собственноручно, покрытый комментариями подробными. Мы разбираем этот код, готовый и работающий, его можно запускать на каждом занятии, разбираем прям построчно. То есть мы очень заморачиваемся на этом. Мы сейчас делаем глоссарий. А, только сегодня мне прислали. Мы даже сделали так, что вы идете по ноутбуку, ну с кодом, ну в смысле по файлу, грубо говоря, с кодом, и там в каждом месте вставлены ссылки на YouTube, где это было на занятии. То есть вы идете, идете, если вам что-то непонятно, вам не надо пересматривать весь вебинар. Вы просто кликаете, и у вас открывается на том месте, где рассказывается именно про эту часть. То есть мы очень заморочены на том, что сделать удобно. И последний, качественный сервис организации. То есть мы стараемся, чтобы у вас был всегда менеджер поддержки. Мы проводим постоянно опросы, как вам, что там так, что не так, про каждого преподавателя, про каждый вебинар мы проводим опросы. Мы постоянно на связи. У вас у всех будет моя личка, и ВК, и WhatsApp. То есть вы сможете мне писать, если что-то не так, или если нужна помощь какая-то и так далее. То есть мы стараемся сделать хороший сервис. Так, давайте я подвечаю на вопросы. Последний, потом вверх пойду. Синтон, Козловский центр. Ну да, мы с Николаем Ивановичем очень много лет вместе работали. Прям очень много лет. Если школьник после 9 класса с февраля пойдет на курс, а с сентября поступит в колледж, когда он сможет получить сертификат, когда он сможет устроить после колледжа, какой колледж вы порекомендовали, чтобы ему было? Чтобы в тему было. Так, ну по колледжу я, к сожалению, не порекомендую, но любой айтишный. Будет отлично, любой айтишный. Когда он сможет получить сертификат, как только он получит диплом колледжа? Дальше. Когда сможем трудоустроить после колледжа? Ну, как только он выйдет уже с дипломом колледжа и с нашим дипломом, мы сможем его брать на трудоустройство. Вы представляете диплом государственного образца? Нет, мы представляем диплом установленного образца. Я когда буду говорить про дипломы, это диплом о переквалификации. Это тоже утверждено государством по лицензии Министерства образования, но это не государственного образца. Гособразца дипломы 1, 2, и высшие. Мы даем диплом установленного образца. Внешне он выглядит так же, в красных корочках, с приложением и так далее. Но это диплом о переквалификации. В чем же ваша цель? Выжить бы с таким графиком работы. Так, давайте я Дмитрия отключу. Все равно ему запись смотреть. С незаконченным... Да, ну уточните вопрос по поводу цели, потому что он непонятен. С незаконченным высшим возможно получить диплом. К сожалению, нет. И это ограничение Министерства образования. То есть только если у вас есть законченная, высшая или первая, средняя специальная, мы можем дать наш диплом. Так это идет в дополнение к первому и высшему. Да. То есть накончит колледж минимум через 4 года. И через 4 года после окончания курса вы будете его трудоустраивать. Но, знаете, попробовать мы можем. Но снова, зависит от возраста. Нужно, чтобы ему было хотя бы 18. А сколько сейчас лет ему? Диплом не нужен. Ну, отлично. У нас упор и на знание, и на диплом. Ну, смотрите, мы можем начать трудоустраивать и в 16 сразу после курса начать. Но я не могу гарантировать, потому что вообще по законодательству с 18 только можно. У ProLite будете преподавать вы. На старте буду преподавать я. Дальше будут преподавать разработчики из моей команды. Ну, они уже очень хорошо разбираются. Весь контент проходит через меня и через контрольные группы. И они очень хорошо ведут. Ну, сейчас уже практически не хуже меня. Цель нашей компании, ну, если глобально говорить, то у нашей компании основная задача – это сопровождение. То есть основная цель – это как можно больше поучаствовать, помочь созданию мер сетевых проектов. Как можно большему количеству. Через образование, через трудоустройство, через просвещение предпринимателей и так далее. Через помощь в разметке и в сборе баз и так далее. То есть мы с разных сторон помогаем появлению мер сетевых проектов. Мы на это делаем главный упор. Диплом по почте высылаем. А диплом файликом на печать высылаем. Ну, я шучу. Да, диплом высылаем по почте. Фото диплом образования. Нам нужны будут сканы ваших документов об образовании. Дистанционно правильную часть в колледже. Ну, работать можно дистанционно. У меня работал 16-летний парень, удаленный нейронщиком. То есть мы можем начать трудоустраивать в 16 лет, но прям гарантия я не могу 100% гарантировать на счет 16. Если я студентка второго курса, то есть получу диплом первым высшим только через два года, есть ли смысл идти на курс сейчас? Конечно, есть смысл идти на курс сейчас, потому что суть курса основная, это обучение, а не только диплом. Вы обучитесь и сможете работать в этом. В принципе, даже трудоустроиться, а как только вы получите свой диплом первым высшим, мы выдадим наш. Если я кончил только школу, вы сможете получить наш диплом, когда, если вы окончили только школу, когда получите средне-специальный или первое-высшее. Спасибо за ответы. Да, пожалуйста. Ну и снова же, если вы не можете получить диплом, вы получите качественный статусный сертификат. То есть мы сертификат дадим в любом случае и довольно мощный. Так, давайте посмотрю еще мельком вопрос сверху. Есть ли? И если еще есть вопросы, задайте сейчас, потому что еще пару вопросов я отвечу. Да, сверху на все я ответил. Что дает сертификат? Ну, подтверждение, что вы прошли курс, то есть тоже это дает большой плюс к поступлению на работу, если, например, по каким-то причинам вы не можете получить диплом. Понятно, что диплом весомее, но сертификат тоже имеет вес. Юрадрес. Да, конечно, есть юрадрес. Ну, странный вопрос. Если есть ООО, у нее должен быть юрадрес. Он есть. Так, все. Я перехожу к презентации. Я сейчас расскажу для трех аудиторий раздельно, но актуально всем, потому что многие вещи будут про все потоки и про курс для этих и для этих и так далее. Для вас курс Data Science и нейронной сети для новичков. Цель стать джуниором и трудоустроек со зарплатой от 70 до 100 тысяч. Кейсы. Вот нейронки, которые сделали новички. То есть те, кто до этого особо не программировал, либо вообще не программировал, либо чуть-чуть давно. Это Павел. Он занимается маркетингом и особенно в области недвижимости риэлтора. Для риэлторов, в общем. Он до этого в прошлом программировал, ну вот совсем чуть-чуть изучал вообще, близко к нулю. У него была задача сделать оценку стоимости квартир в Москве. Была база, ну типа Яндекс.Недвижимость, ОЦАН и так далее. Он поделился базой с нами, мы сделали пилотник и занятия, и вы когда будете обучаться, вы эту базу с ней будете работать. Мы добились там разброса цены 813 тысяч, плюс-минус, точность нейронки, при средней цене 9 миллионов квартиры. Он добился сейчас, я с ним виделся на выпускном, ну предыдущего потока в конце ноября. И я думал, ну спросить, как у него дела и так далее. Все-таки лайк с нуля. И он сказал, сидел и молчал главное все это время. У него уже получилось добиться стоимости разброса всего 168 тысяч. Это мега круто, потому что вначале он целился в очень амбициозную цель разброс 350 тысяч. То есть нейронка, чтобы с точностью в 350 тысяч оценивала квартиру просто по объявлению. Он уже добился 168 тысяч. Это для новичков. Дальше этот участник экономист. Он тоже до этого не программировал. Он написал нейронку, которая вот так сегментирует лица. Это из автоматом фотографии обнаруживает лица. Это из этого его диплома, фотка. В чем проблема? Ну и в чем крутизна этого? Да, сейчас есть куча алгоритмов сегментации лиц, но они и других объектов. Но они все требуют разметки базы. То есть надо ввести каждое лицо по контуру фигуры для обучения нейронки. И разметка одной такой картинки стоит обычно 30 рублей. Это довольно дорого. 30 рублей. Ну то есть база в 10 тысяч картинок обходится в 300 тысяч рублей. Это в 100 тысяч картинок в 3 миллиона рублей. А он придумал алгоритм, как без такой разметки, и эта нейронка его определяет без разметки. И вот так обнаруживают лица. И это очень круто, потому что я такого нигде не встречал, а я очень много всего видел. И мы сейчас на базе этого делаем с другим дипломником более продвинутую версию этого алгоритма. Следующий ученый вопрос, он придумал алгоритм? Ну да, он его придумал с нуля вообще. Ученый, который работал в сельском хозяйстве в области, и он сделал нейронку, которая распознает дефекты сельскохозяйственных полей. То есть квадрокоптер пролетает над полем и определяет поле в порядке, или там, например, засуха, эрозия почвы, сырники, болезни растений и так далее. Он написал это тоже с нуля. Он не программировал до этого. Собственно, вот примеры нейрона, которые пишут у нас участники. Снова же, у нас занимаются постоянно школьники 13-14 лет, это вообще норма. И они пишут ну прям классные вполне нейронки. Давайте отвечу на последний вопрос. так. Куча бесплатных курсов. Ну смотрите. Вообще. Ну окей. Да, есть куча бесплатных курсов, но там нет кураторов, там нет так прокачанных занятий и так далее. Там нет поддержки, там нет консультаций и так далее. Ну то есть, грубо говоря, это все равно, что заниматься спортом дома самостоятельно по видео или ходить в тренажерку с тренером. Вот я хожу в тренажерку с тренером и как бы мне это в сто раз круче, чем сидеть и дома заниматься. Вот в чем огромное отличие. Профессиональный психолог, есть кураторы. Ну да, только не такая плотность. То есть, у нас скорость ответов, плотность взаимодействия гораздо выше. То есть, мы даем стоимость курса без доплаты возможность консультироваться, например, с платными кураторами, и мы сами оплачиваем это. Мы даем возможность консультироваться со мной и с нашими разработчиками, именно созваниваться и общаться в любой момент. То есть, у нас плотность курирования наглого выше. Уровень подготовки контента у нас тоже выше. Ну и, собственно, у нас, например, кейсы проектов, которые нет у других компаний. Ну и диплом, конечно, и гарантия трудоустройства. Насчет профессиональный психолог, ну, я с 11 по 14 год был психологом. Сейчас я нейронщик. У меня, вообще говоря, я очень разносторонний человек. То есть, чтобы вы не удивлялись, я еще четверть финалист Европы по полноконтактному карате, я еще победитель призер 16 международных литературных конкурсов, то есть, я писал фантастику и фэнтези на топовом уровне в России, публиковался в журналах. я достаточно прокачиваю здоровом образе жизни, то есть, я сейчас практически на сыроедении, у меня постоянный спорт и так далее. Я из тех людей, кто реально читал кучу философии, антропологии, Сократа, Декарта, Канта и так далее. И да, у меня есть высшее психологическое, потому что мне это интересно. Я всерьез задумывался еще о высшем философском, ну то есть, я разносторонне развит, но, кстати, из чего я и всем рекомендую, у меня центральное мое направление нейронки. Есть сомнения, но смотрите отзывы, смотрите кейсы и так далее. Смотрите открытые вебинары, например, у нас на сайте выложены, Артем, а можешь прислать ссылку в чат? У нас на сайте куча выложены открытых этих вебинаров, но всегда есть такая категория людей, которые никому не верят, поэтому если вы из этой категории, то не приходите лучше к нам учиться, потому что учить таких людей очень сложно. Да, окей, обучаем полностью с нуля, то есть, смотрите, поток light, у вас будет обучение программированию на питон и базовой математике на старте. Просто время такое сейчас. Ну, сравнение это не здорово. Нет, вы ошибаетесь. Ну, то есть, вся наука говорит, что это супер и мой опыт. Есть выходы на Яндекс? Нет, к сожалению, хотя мы сейчас договариваемся о стажировке с Mail.ru. Время сейчас такое. Ну, время временем, но не рисковать, это вообще говоря, самая худшая стратегия. Хорошо. А, я еще забыл. Вот, у меня еще маркетинговый топовый опыт и свое было маркетинговое агентство. Это еще для кучи. У вас будет программирование на Python и базовая математика первые три месяца. Потом у вас будет работать с данными и навыки аналитика и дата-сайентиста. И после этого у вас пойдут именно нейронки и машинное обучение. То есть, мы вас проведем последовательно. У нас было куча отзывов. Ну, я когда сейчас общался с нашими выпускниками и спрашивал их периодически, что нам улучшить, что было не так и так далее, они все говорили, что нам было бы круто на старте больше математики и Python. И мы как раз добавили в этот курс следующий. Вы будете первые, у кого так круто будет, что на старте три месяца математики и Python. Гарантируем трудоустройство. Гарантия заключается в том, что мы будем помогать вам в трудоустройстве до тех пор, пока вас не трудоустроим. То есть, мы будем отбирать компании, будем помогать составлять вам резюме. Если вам будет не хватать каких-то тем в обучении, то мы специально вам подберем эти темы. Например, если в конкретную компанию нужно знать конкурировать в библиотеку, то мы вам подберем материалы, чтобы вы обучились именно этому к собеседованию или после собеседования, если не скажут, вот нам бы вот это было бы важно и так далее. Мы будем вам отбирать компании вместе с рекомендациями, отправлять к ним отклики, будем спрашивать вас, как вам, спрашивать их, как вы, им, давать вам обратную связь. Плюс у нас сейчас есть курс по трудоустройству и мы вам дадим его пройти. Я чуть попозже скажу подробнее про него. Мы даем диплом, как я и говорил, диплом установленного образца, а переквалификация, то есть первый высший и второй высший это диплом гособразца. Его дают в основном государственные университеты с аккредитацией. Коммерческие, вроде нас, дают диплом установленного образца переквалификации, переподготовки. Он выглядит как полноценный диплом, то есть как здесь, но только у нас в красных порках он, то есть вкладышем, с темами и так далее. Этот диплом однозначно вам даст большой профит в плане трудоустройства, особенно если вы до этого не были программистом. То есть если вы до этого не были программистом, вы проведете какой-то курс просто с сертификатом, будет сложнее трудоустроиться, чем когда вы придете с дипломом о переподготовке. Второй наш огромный плюс это супер профильное учреждение Университета Искусственного Интеллекта. То есть я сто процентов говорю, что никто с таким профильным дипломом не придет. Именно диплом обучения машинному обучению и нейронным сетям, обучение машинному обучению, прикольно, и диплом от Университета Искусственного Интеллекта. Дальше. У нас есть компании-партнеры, которые ждут вашей резюмешки. У нас с ними есть прямые договоренности и у нас выложены на сайте их вакансии. Это Собербанк, но не надо представлять. Айтека это крупный IT-интегратор. Фарма-синтез это очень крупная фарма-компания, как тут говорится, фарма-экологическая, фармацевтическая компания. Это Медиалогия, это компания, которая занимает агрегатор СМИ. И это Визерлабс, это компания, которая специализируется на компьютерном зрении. У нас сейчас есть договоренность с фарма-синтезом и с Визерлабсом по стажировкам. То есть вы сможете там стажироваться. С Айтека и со Сбербанком мы пока обсуждаем это. Ну и в любом случае по завершению в вашу тему мы отправляем им. Но это крупные компании. У нас еще есть пару десятков более мелких компаний, которые тоже ждут от нас выпускников. Дальше. Мы даем рекомендации персональные, чтобы вы приходили с рекомендательным письмом от нас. У нас есть стажировки. Стажировки есть сейчас в двух компаниях и постепенно становится все больше. И есть стажировка у нас оплачиваемая. И в Визерлабс сейчас будет оплачиваемая стажировка. То есть вы будете получать деньги, пускай небольшие, но и там время работы небольшое, и стажироваться, набивать руку на реальных проектах у нас под моим руководством, потому что у нас это будут проекты, которые, ну наши коммерческие проекты, из которых мы делаем сейчас то, что мы планируем продавать. и это в медицине и в стройке два проекта на данный момент. И это крутая строчка в резюме. То есть такая строчка в резюме по стажировке это сразу x2 шанса трудоустроиться. У нас собственный HR отдел, который будет заниматься вашим трудоустройством. То есть у нас будут люди, которые прям будут заниматься именно вами. То есть так же, как там есть отдел продаж, например, который, ну общается с каждым потенциальным клиентом, отвечает на вопросы, помогает выбрать курс и так далее, помогает получить рассрочку. Также будут HR, которые будут знать каждого из вас и их задача будет вас в короткий срок трудоустроить. И вы будете с ним в постоянном взаимодействии. Дальше мы дарим курс про трудоустройство. У нас есть сейчас крутой курс. Он в процессе изготовления, то есть он недавно стартовал перед Новым годом и по одному занятию в неделю мы выпускаем. Это курс по тому, как трудоустраиваться, как делать резюме, как делать, как проходить собеседование, как себя правильно позиционировать, как понять, какую компанию вы хотите и так далее. Там будет 10 занятий. Его ведет очень крутой IT HR, владелец IT HR-агентства. Он более 6 лет именно нанимает HR-ов, ой, HR-ов, IT-шников. То есть он все знает про IT-шников. И он нанимал в крупнейшей компании. Ну и прошел путь от стажера до владельца IT HR-агентства. Так, давайте я подвечаю на вопрос и расскажу про программу обучения. Еще я, кстати, скажу про бесплатные курсы. То, насколько человек занимается, прямо пропорционально тому, сколько он заплатил. У меня был один курс, который я очень хотел пройти. И потом я купил этой компании другой курс, и мне дали в подарок, который я хотел пройти первый. И в итоге я походил на два занятия и забил. Тот, который я платил, я прошел полностью, а тот, который мне подарили, хотя я до этого долго его хотел, я прошел два занятия, и так, типа, ну ладно, сейчас время будет, прохожу, и так в итоге его не прошел. Поэтому оплата суперзначимая штука. Яндексу тоже нужны нейронные сети. Придумал проект для них. Яндексу нужны нейронные сети, но у них толпа разрабов, которые хотят у них работать, и они могут себе легко убирать. Создать базу данных. Там, кстати, какой-то был вопрос сверху, который бы звучал не как вопрос. Сколько времени в неделю потребуется? 10 часов в неделю, это оптимально. С сертификатом есть вариант трудоустройства? Да, конечно, с сертификатом можно тоже трудоустраиваться. В процессе обучения сколько кейсов удастся самому? В основном все делают по одному, но если вы выделите больше времени, у нас есть участники, которые делают по 2-3 кейса к выпускному. Можно курсовую сделать один, один кейс на курсовую и второй на диплом. То есть 2-3 в принципе можно сделать. У меня недавно писал один из участников, участница точнее, она сказала, что я хочу качественно трудоустроиться, в крутую компанию, я хочу сейчас сделать, она уже закончила курс, я хочу сделать еще примерно 5 кейсов, могли бы вы меня консультировать. Но я сказал, что да, конечно, то есть я готов после курса вас консультировать. И вот она сейчас готовит эти нейронки. Незаконченная средне-техническая на программиста, вышеоконченная журналист. Вернусь кустоком. Прикольно. На всякий случай скажу, что высшее первое, неважно какое. То есть мы можем дать наш диплом при любом. И ай пишется только на питоне. Да, сейчас реально, ну, скажем так, учиться яю 100% круче только на питоне. Потом реально писать можно на разных языках, но снова на питоне удобнее всего. Коллеги, давайте блок вопросов, если есть. Я готов сейчас подключать на вопросы. Так, нет пока. Неужели я все ответил? Хорошо. Давайте тогда программу. Возможно ли стать кирончиком, если в данный момент ничего там не понимаю? Ну, да, конечно, возможно. То есть у нас куча людей, которые пришли вообще полностью с нуля, не программировали даже. То есть тут самое главное желание. Часто говорят, что нужен талант, призвание, но нет. Это не так. Ну, то есть для того, чтобы стать гениальным, выдающимся кем-то, супер прям вообще, то да, нужен талант, призвание. А для того, чтобы стать просто высокого уровня, ну, как и в спорте, например, мастером спорта можешь стать любой. В принципе, даже МСМК может стать любой. Для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, надо талант, призвание. Мастер спорта просто упорство. То же самое в нейронках. Трудоустраиваете в разных городах. Да. Стажировка тоже гарантированная. Нет. Собеседование на стажировку. Берем тех, кто хорошо себя проявил на курсе. Ну, потому что мы платим за стажировку. Ваше обучение принципиально отличается от университетского. Какие преимущества? От университетского в смысле такого, как первое, второе, высшее. Ну, это небо и земля. Ну, то есть, обычное образование, IT, университетское, такое обычное, это жесть полная, где учат устаревшим вещам без практики. Медленно и очень занудно. А у нас суперконцентрированные программы с поддержкой, с готовым кодом, с практическими заданиями и так далее. Работу находите в России? Да. Мы можем попробовать вас трудоустроить за границу, но если вы будете очень круты и ну, не факт. Хотя это интересный опыт. Возможно ли оправдать курсы помесячно? У нас есть расстрочки от банков на 6 и на 12 месяцев без процентов. Проценты за вас платим мы, как если бы вы брали кредит. Что значит проявил на курсе? Ну, сдавали домашки, крутые, про домашки, хорошо прошли собеседование, хорошо сдали курсовую и так далее. Ну, на данный момент на стажировку я собеседовал. Вот у нас сейчас 8 человек на стажировке новые, запускаем. Я всех собеседовал. Ну, я про всех собирал инфу, как они учились. Хорошо, программа. Это программа для лайтов. Первое. Начнем с питона. Синтаксис, работа с массивами, парсинг данных, отрисовка графиков и так далее. Дальше. Математика. Будет на пальцах очень доступно, просто и понятно. Это примерно первый-второй курс технического вуза. Матрицы, тервер, матстат, бинарная логика, множество и так далее. Все вот это. Будет 4 занятия по математике, 5 питона. Дальше. Анализ данных. Парсинг баз, как разбирать эксельки, как обрабатывать сложные данные, как делать кластеризацию. Мы будем проходить генетические алгоритмы, это эволюционное моделирование. Короче, вы станете продвинутым аналитиком вот после этого блока из 5 занятий. Дальше. Машинное обучение. Я не буду вдаваться в темы эти, потому что они вам сейчас будут непонятны. Но будет 3 занятия на классическое машинное обучение, классические алгоритмы, библиотека эскалера. Дальше. Нейронные сети. Мы будем делать кучу всего. Во-первых, мы будем работать с изображениями, например, распознаванием марок машин. Дальше. Мы будем работать с текстами, классификацией писателей, обращение людей в службу поддержки классифицировать будем. Мы будем прогнозировать временные ряды, акции «Лукойл» и «Ценный бензин». Мы будем распознавать дикторов по голосу, то есть кто из людей сейчас говорит в микрофон. Мы будем распознавать стили музыки. Дальше. У вас будут генеративные сети, сети, которые сами рисуют лица, рисуют пейзажи и так далее. Машины, например. У нас один из участников сейчас делает диплом сетка, которая рисует машины, то есть несуществующие. А другой уже сделал, который наручные часы рисовал несуществующие. Скоро, кстати, будет картинка оттуда. Дальше. Мы будем делать сетку, которая сегментирует изображение с регистратора машины для автопилотов. Сетку, которая сегментирует изображение со стройки. Это как раз наш коммерческий проект. То есть она обнаруживает, где двери, где окна, где разбросаны инструменты, где люди, где потолок, пол и так далее. Дальше. Сетка для обнаружения объектов, людей, машин и так далее. Мы будем писать чат-ботов, которые могут поддерживать диалог, ну, интеллектуально довольно, отвечать на вопросы. Мы будем учить нейронку играть в компьютерные игры самостоятельно. Дальше у вас будет, ну, и я перечислю сейчас только часть. А, у вас будут занятия, как, например, предсказывать зарплату человека по резюме на HeadHunter, как предсказывать цену квартиры по объявлению, как предсказывать стоимость машины по объявлению на юле. То есть будет очень много продвинутых реально крутых нейронок. Плюс в конце будет два занятия по тому, как встроить эту нейронку в реальный проект. Ну, например, в мобильное приложение, в сайт, в 1С или куда-то еще. Там, вплоть до того, как это на заводе к конвейеру пристыковать и так далее. Вот программа обучения. Снова, на сайте у нас есть подробная программа обучения ближе к концу страницы. Тёма, пришли, пожалуйста, ссылку на лендинг для новичков, ну, для тех, кто лейты. Внизу есть подробная программа обучения, можете ее посмотреть. Дальше у вас будет два курса подарок. Курс по основе питона, это вообще говоря, большой наш курс, есть на 30 занятий по питону платный, как стать питон-разработчиком. Но для вас будет первые 10 занятий бесплатно в подарок по питону. Более того, мы его открываем вам, как только вы оплатите. То есть, как только вы оплатили, мы вам открываем доступ, вы можете начать заниматься уже буквально там через пару дней. И плюс будет курс по трудоустройству для разработчиков. Это тот, про который я говорил про резюме, про собеседование и так далее. Очень крутой курс. Так, давайте пару вопросов и пойдем для программистов. Есть ли примеры применения нейронок в юриспруденции? Да, конечно. Но в частности Сбербанк была же история, что уволил 400 юристов после вневрения нейронки. Но в основном это обработка договоров. То есть, классификация договоров, поиск каких-то, умный поиск, типа, найди мне все в уставе или в каком-то документе, где сказано про долю учредителей и так далее. То есть, работа с договорами и умный поиск. Это основное. Если не понравилось обучение, строимку банка можно прекратить. Если вам не нравится, ну, в какой-то момент вы решили прилететь обучиться, мы делаем вам возврат оплаты в пропорции пройденных занятий. То есть, расстройка банка остается, но вы ее можете погасить, к вам придет возврат. Но если вы прошли полкурса, то возврат половины стоимости и так далее. Средняя заплата ваших специалистов. Тех, кто джуниоры, кто, ну, после курса с нуля, 70-100 тысяч. Тех, кто медлы, ну, 150-200, где-то так. Хорошо, теперь для программистов. Для программистов курс Data Science нейронные сети на Python. Для нейронных сетей необходим большой объем необходимых сведений. Собираете ли вы сведения в базы данных? Да. Ну, то есть, смотрите, для создания нейронки нужна база, обязательно. Для вашего диплома вы самостоятельно собираете базу. Некоторым из участников мы помогаем, ну, в рамках благотворительности, скажем так. В целом, это ваша задача собрать базу, потому что это важный скилл по сбору и разметке базы. То есть, это тоже часть обучения очень значимая у большинства, и уже есть базы. Кому-то мы подсказываем, где как собрать, спарсить и так далее. У нас есть компания Partner, которая делает достаточно хорошо и недорого парсинг баз белорусской компании, парсинг, разметку. Мы у них сейчас постоянно заказываем базы, на которых мы вас обучаем. Вы можете у них также заказать, они делают скидку для людей, которые от нас, для наших студентов. Результат обучения. Вы станете Мидл-разработчиком и реализуете свой нерастевой проект. Кейсы Мидлов. Это Денис, наш первый кейс. Он написал нейронку, которая классифицирует медицинские препараты. В аптеку приходят поставки и все пишут по-разному. У каждого препарата может быть разное написание. Кто-то пишет раствор 5%, а кто-то раствор 50 мл на 1000 мл. Соответственно, нужно классифицировать. И он написал нейронку у нас на курсе и сейчас она лидер рынка 94% точность. Он из этого сейчас готовит продукт, свой стартап и вот сейчас начинает продажа этого. определение заболевания растений. Тимофей, он есть у нас в отзывах как раз. Яркий человек в красной рубашке или пола, как я. У него, он дубл тему диплома, такую для себя. Он выращивает помидоры и решил сделать нейронку, которая определяет болезнь помидоров. То есть наводишь телефон, фоткаешь, и она говорит, здоровы помидоры или нет, а если больны, то одну из 60, одну из 17 видов заболеваний. Сразу после курса у него появился на заказ проект как раз по этой теме от агрокомпании. Это самый наш крутой диплом. Участник написал нейронку по рентгену определения рака молочной железы. Он в Беларуси. У него было всего 350 снимков, что очень мало. И он дошел до Министерства здравоохранения Беларуси. И они сейчас с ними реализуют эту нейронку. И это суперсоциально значимый проект, потому что это тысячи спасенных жизней. Так, давайте без ссылок в чате. Дальше. Только сегодня общался с участником. Мы готовим из его нейронки занятия для вас как раз. То есть у вас это будет уже очень крутая нейронка по распознаванию пожаров в офисе. То есть обычно средства определения пожаров реагирует от 30 секунд до 2 минут. И это очень медленно, потому что пожар успевает распространиться. У нас участник написал нейронку, которая до 20 секунд определяет возгорание. И он нам прям показывал прикольно по видео, как он сидит за столом и он зажигает свечку, нейронка сразу говорит аларм, огонь. Гасит свечку, все, ничего нету, все отлично. Так, вопросы. Программист но на Python не писал. Хочу идти по курсу программиста. Перед началом будет предоставлена информация по лексикону языка. Да, мы на старте дадим вам курс из 10 занятий в записи полноценных вебинаров Python для анализа данных и вы сможете все необходимое пройти по Python до старта курса. У вас как раз еще есть пара недель для этого. То есть сразу после оплаты мы его открываем. Если программист не знает математику, стоит ли ему идти на прокурс? Да, без проблем. Там математика довольно простая. Ну, то есть там ничего супер не надо знать. Там не надо там расстояние Клибнера, все вот это вот и так далее. Там, как считается производная от натурального логарифма. Вот это все не нужно. Нужно просто понимать, что такое матрица, вектора, двумерные матрицы, как по ним делаются циклы, как они умножаются и примерно что такое вероятность. Ну, то есть все уже записано в библиотеках. Вам надо знать только со всем базу. Хорошо. Программа, как я уже говорил, до супер глубоких тем. У нас очень крутой штат. У нас сейчас один сниор, один мидл, два джуна, два джуниора в штате. То есть прямо вот на постоянке. То есть они все время работают над улучшением программы. Мы сейчас еще расширяем штат. То есть мы берем под ваш курс еще одного специального разработчика, чтобы улучшать контент постоянно. И у нас 10 сеньоров вне штата, кураторы, консультанты, преподаватели, ведущие других наших курсов и так далее. То есть у нас очень мощная сейчас команда нейронщиков. И это все нейронщики. Все нейронщики. Дальше. У нас очень проработанный контент. То, что я говорил, мы по каждому занятию даем прям готовый код, покрытый комментами, ссылками вообще, где это разбирается на видео, с разбором на занятии, с готовыми базами. Мы сейчас переводим вообще документацию кероса на русский, делаем огромную базу глоссарий, типа, а что это за нейронка, а что это за слой, а вот ссылка, как это используется, а вот пример кода и так далее. То есть мы очень прорабатываем контент. И базы контента у нас огромные. То есть у нас сейчас контент реально в два раза больше, чем вылезает в курс. Но у нас есть куча контента, которые выходят за пределы курса, и мы даем возможность продолжать обучаться после курса, проходить этот контент, общаться с куратором и так далее. Дальше. Снова продублирую. Консультации в неограниченном количестве. То есть я готов вас консультировать хоть каждый день по вашим дипломам и так далее. Кураторы тоже постоянно на связи, то есть непрерывно, и вы можете с ними по всем вопросам консультироваться. Программа. Программа похожа на программу первого потока, лайтов. В чем отличие? Здесь нету питона, математики, data science на старте. То есть мы не тратим это время, потому что, если вы программист, вы питон освоите мгновенно, он мега простой. Просто мега простой. Ну, то есть я реально в какой-то момент сел и просто начал писать на питоне. Я посмотрел пол-вебинара про синтаксис, открыл код и начал писать. Он интуитивно понятен. Ну, и гуглил параллельно первые пару недель я активно гуглил. Все. У вас будет чуть больше тем про нейронки. Чуть больше. Обучение на Keras. Да, основа на Keras и в конце TensorFlow, PyTorch. Вы все угадали как раз. Ну, еще и с калером. Пенсионером. Самый старший у нас был участник 72 года. Самый старший выпускник 66 лет. Ну, и у нас постоянно есть участники 47 лет. Я сегодня общался 50. Средний возраст 40 у нас. 35-40. Хорошо. Что будет в этом потоке? Все то же самое по изображениям. То есть тексты, классификация текстов, классификация обращений в хеллпдеск, распознавание марок машин, распознавание разных классов изображений, прогнозирование акций лукойла, цена бензина. Мы сейчас ищем базу по прогнозированию продаж какой-нибудь компании или трафика на сайт. И, скорее всего, в вашем потоке это уже будет. Дальше. Распознавание дикторов, распознавание голосовых команд этого для лунного дома, распознавание стилей музыки по аудио. Дальше. Генерация пейзажей, лиц. Может быть, мы, кстати, притащим вам генерацию ручных часов и машин. Дальше. Еще мы сейчас готовим. Скорее всего, тоже уже будет. Но мы непрерывно контент улучшаем. Это генерация самолетов по контуру. То есть вы можете нарисовать произвольный контур самолета и нейронка нарисует по этому контуру ровно самолет и небо вокруг. Дальше. Сегментация изображений. Это автопилоты, это стройка, это выделение самолетов в небе, чат-боты. Скорее всего, мы вам еще подготовим занятия по переводу с русского на английский и обратно. Дальше. Обнаружение машин, обнаружение людей на видео. Обучение нейронки играть в компьютерные игры через обучение с подкреплением. Дальше. То, чего не будет. У Лайт-потока сегментация текста это умный поиск. Например, есть договор юридический, нейронка может найти все, где сказано про стоимость или про сроки или про неустойку и так далее. А, пластеризация, но это и будет у Лайтов. Мы будем пластеризовать базу Headhunter, резюме. Мы будем профессии выискивать автоматизированно в большой пачке резюмешек. И мы будем пластеризовать продажи интернет-магазина, чтобы сделать умный апсейл. Интернет-магазин моих знакомых, косметики. Ну, то есть, что с чем покупают? Типа, если человек взял это и это, почти 100% он купит еще этот товар, надо ему предложить. Дальше. Будет спич рекогнишен на айпишке гугла, и мы сейчас переписываем от руки дипспич, архитектуры. Это очень крутая тема, ее почти нигде нет готового кода. Мы замучились немного, но к вашему потоку мы перепишем, и у вас будет распознавание речи от руки, написанной русскоязычной. И предсказание выхода из строя оборудования, тоже частый запрос. Дальше. У вас будет интеграция в продакшн, также два занятия, и будет два занятия по TensorFlow и PyTorch. Это более глубокоуровневые, низкоуровневые библиотеки. Про библиотеки я еще дальше чуть скажу. После получения уровня джуниор, возможно ли дальше развиваться до уровня мидл? Да, можно. До мидла, джуна примерно год. Примерно год. У нас можно будет продолжать обучение с небольшой оплатой по месяцам, реально небольшой, проходить новые занятия, проходить про поток, будет доступ ко всем нашим курсам и возможность заниматься с куратором. Ну, естественно, консультироваться со мной. То есть вы сможете продолжить обучаться, и у нас очень многие продолжают обучаться, потому что очень нравится обучение и переходят на следующие наши курсы. Курсы в подарок. Питон для анализа данных, базовая математика и курс по трудоустройству. Питон для анализа данных и базовая математика это фактически то же, что входит лайт потоку в первые три месяца обучения. Но просто ваше время про потоку мы не хотим тратить, и вы, скорее всего, очень легко освоите питон и математику по первым нескольким занятиям. Поэтому для вас мы стремимся делать так, чтобы вы как можно быстрее погрузились в нейронки и не тратили время на питон. Ну и про поток легко это делает. Для компаний. Давайте я коротко скажу, так как компаний у нас немного совсем. Смотрите, результат. Реализованный проект и обученный разработчик в команде. То есть в результате у вас самое главное будет готовый проект, прям сделанный, и разработчик с компетенцией создания таких проектов внутри команды. Это очень выгодно, потому что это стоит 70 тысяч вместо миллиона за аутсорс. Или вместо того, чтобы брать нейрончика на полную ставку, а какой-нибудь middle стоит 150, плюс налоги это 250 в месяц. Так. Да. Коллеги, просьбы ссылки в чат не писать, потому что мало ли что там. Примеры проектов, которые делали у нас для компаний, разработчики. Первое. Распознавание дефектов металлоконструкций. это есть литейный завод. Надо определять дефекты. У них это делал эксперт. Они написали нейронку, которая впитала там больше миллиона примеров дефектов, и она в 4 раза точнее оказалась эксперта и автоматически определяет дефекты по изображениям. Это был прикольный проект распознавания коров на видео. Агрокомпания, камера сверху, входа в стойло, корова заходит в стойло, и нейронка по рисунку на спине коровы, ее фигуре определяет, что это за корова. И там не 3 коровы, а 500. И нейронка с высокой точностью определяла, уже сошла корова в стойло или еще гуляла. Дальше. Классификация договоров. Компании есть договора с клиентами, а есть договора с внутренней, ну типа там канцелярка, печеньки, вода. Надо классифицировать. Написали нейронку 99% точности уже работает в продакшене и классифицирует. Эмиссионные документы. Компания занимается выходом компаний на рынок, им нужно было классифицировать эмиссионные документы. Это 300-400 страниц каждый документ. И в нем есть всего лишь один блок, который отвечает за 20 типов этих документов. Они написали нейронку, которая тоже 90 с лишним процентов точности классифицирует автоматом. Это только сегодня мы общались. Распознавание штампов литых заготовок. Тоже стрелетейный завод. Надо отправлять в плавильную печь эти болванки. Если ошибешься и не то с тем сплавишь, штраф от заказчика по 10 миллионов рублей. Люди ошибаются, потому что эти цифры реально очень сложно распознать. Сделали нейронку, которая правильно определяет эти цифры и контроли человека. Мы только сегодня с ними общались. На 44 тысячах примеров они обучили, сейчас усовершенствовали. У них 99% точности. То есть точнее человек убирает человеческий фактор и избавляет от 10 миллионов штрафов. Это компания СТО, сервисные центры. Они сделали сегментацию, оценку деталей машины. Фоткаешь машину, она распознает, где у нее бампер, где колесо, где дверь, где капот, где стекло. и она автоматом определяет это стандартный бампер или какой-то там усовершенствованный и составляет прайс. Вот такая нейронка. Сейчас они делают нейронку, которая по фотке машины после ДТП автоматом определяет скрытые повреждения и делает оценку стоимости ремонта. Это вообще офигенная история. Так, вопросы. Программирую на Дельфе сам математик про курс про на про курсе с трудоустройством не помогаете? Помогаем. Просто гораздо реже у про запрос на трудоустройство обычного лайтов. Почему разработчики получают так много, если все так легко? Во-первых, это немного, ну то есть в целом программисты получают много. И чуть больше, чем в целом программисты. То есть для нормального программиста зарплата 300-400 тысяч, это вообще норма. Ну, по крайней мере, в Москве точно. Так что это вообще рынок IT. Ну и второе, зарплата оценивается компанией не из того, насколько это легко, а из того, какой value. А value у айтишников высокий, а у искусственного интеллекта вообще высокий. Так что чем выше value, тем выше заработок, чем выше польза, значимость для компании. Искусственный интеллект сейчас суперзначен, потому что наступает его эра, и в ближайшие 20 лет это будет самое центральное и главное, что вообще происходить будет на Земле. А насчет легко, я тоже не хочу сказать, что это так легко, это доступно. Ну, то есть, а легко ли стать профессиональным спортсменом? В смысле, это доступно. Любой может, любой из вас может стать, если только не возраст, уже там, большой, стать мастером спорта, в каком-то видах спорта. Также любой из вас может стать нейронщиком. Пахать придется, я не хочу сказать, что не придется пахать. Пахать придется 100%, как и в любом деле, вообще в любом. Но просто вы точно можете стать нейронщиком и довольно крутым, зарабатывать хорошие деньги. Я в принципе могу сказать, что любой из вас 200 тысяч может делать вообще в течение пары лет выйти на 200 тысяч плюс и на удаленке без проблем может. Ну, кто-то из вас самый талантливый, кто уже прошники, на 300-400 могут выйти. И это нормальные заработки. Вопрос, что вам придется пахать. Ну, да, придется пахать, в любой сфере придется пахать. И снова же, если вы будете пахать в одной сфере, какой-нибудь другой, или в искусственном интеллекте, в искусственном интеллекте, в итоге вы зарабатывать будете заметно больше. Сколько времени занимает разработка нейронки? It depends. Обожаю эту фразу в английском. It depends. Ну, в среднем 2-3-4-6 месяцев. Есть проекты короткие 2 месяца, месяц, ну, совсем короткие. Есть проекты год. Зависит от размера команды, сложности задачи. У нас дипломники вот эти сетки делают в среднем 2-3 месяца. Ну, в фоновом режиме. Хорошо. Это для компании. А, нет, два вопроса еще сверху есть. Так. Для компании снова же мы даем неограниченное количество консультаций для того разработчика, который приходит к нам программировать, обучаться. И для этого мы делаем для того, чтобы разработчик реализовал проект. У меня висят внимание вопросы, дайте это отвечу. Что такое value? значимость, польза. Сколько пользы вы приносите? Насколько значима ваша работа? Работа нейронщиков сейчас мега значима, просто мега значима. Поэтому они зарабатывают хорошие деньги. Для компании готов рассмотреть мое обучение. Андрей супер. Артем, пришли пожалуйста в контакт. Ну и скажи куда обратиться. Английский язык в профессии насколько принципиален? Будет полезен, но не смертельно если нет. Если вы по крайней мере на российском рынке работаете. Все начинается 8 числа. Да, 8 числа будет вводное занятие. 15 будет первое занятие. Ну организационное про то, как все устроено, чтобы вы все разобрались, все у вас было хорошо. 15 числа будет первое занятие уже. Возвращаемся к компании. Мы готовы делать индивидуальные программы. Любому участнику курса, но тем, кто приходит от компаний, мы в первую очередь подбираем индивидуальную программу, чтобы не теряли время на ненужную компании задачу и темы и быстро прошли по нужным темам и делали проект. Я обычно созваниваюсь, консультирую по задаче и сам составляю программу. Артем, спасибо. Еще на всякий случай на сайте есть чат, можете задавать вопросы туда. В нашей базе есть контент практически на все случаи. Если его нет, мы его быстро разработаем. У нас есть тариф консалтинг. В этом тарифе мы подключаемся прямо к разработке непосредственно к коду, к работе и так далее. То есть мы будем прям кодить над вашим проектом. Обычно его берут компании, но иногда берут и люди про поток особенно. То есть мы будем вместе с вами кодить, погружаться в данные и так далее. Он чуть дороже на 25 тысяч, но для кого-то это гораздо будет более крутое обучение и стоить будет гораздо ценнее, чем стоимость плюс 25 тысяч. До 21 в отпуске насколько критично и не критично вы успеете нагнать, никаких сроков жестких мы не ставим по домашке и по занятиям. Фух, 34 минуты и давайте чуть ускорить, что вас не совсем до ночи задержать. Мы обучаем трем самым крутым в мире библиотекам Keras, и PyTorch. TensorFlow библиотека от Google Keras библиотека от инженера Google надстройка. Keras самая простая библиотека. TensorFlow PyTorch будут у Pro потока, но Light поток после курса тоже сможет их пройти. Взять еще месяц обучения и пройти, если хотят это. Это три самые крутые в мире библиотеки. Самые помощные по функционалу, самые быстрые по вычислениям, самые мощные техподдержкой, сообществом и так далее. Почему Python? Есть несколько причин, почему точно Python. Первый лучшие университивые библиотеки. Вот они. Дальше Python очень простой в освоении, мега простой. И с нуля его изучать, и если вы программист, я не видел более простого языка вообще, а я много видел языков. Популярный Python считается с 2018 года самым популярным в мире языком. И его популярность только растет. Сорплаты питонистов очень высокие. То есть выше питонистов только джависты, по-моему, и не ронщики. То вы осваиваете на курсе заодно и очень востребованный язык. Дальше Google коллаборатория. Это сервис от Google, в котором очень удобно программировать, и который дарит нам видеокарты, на которых обучаются нейронки. Если бы не этот сервис, вам пришлось покупать видюшки примерно по 40-50 тысяч хотя бы, чтобы проходить курс. И этот сервис работает на питоне. Поэтому только питон. Для обучения уж контент. У нас огромная база материалов. У меня моя табличка с контентом. Давайте, чтобы не быть голословным. Я открываю таблицу с контентом сейчас нашим. Там у нас это только нейронки. Это без других наших курсов. есть в реальности у нас где-то в два раза больше контента. И у меня сейчас 614-я строчка. Там есть некоторые задвоения, но небольшие. У нас гигантская база контента. куча записей и занятий готовых, которые вы можете просматривать вперед, если хотите быстрее обучиться. Это куча домашек, презентаций, баз и так далее. У нас огромнейшая база контента. Я абсолютно убежден, что ни у кого сейчас на рынке нет такой же базы контента по нейронным сетям. Снова же, потому что ни у кого на рынке нет такого, что у них три разработчика в штате сидят и целыми днями готовят контент. Обычно преподаватели у всех после работы просто преподают. Собственно, вот наша команда 2 джуна, мидл и 11 сеньоров. То есть огромная. У нас все ноуты покрыты комментами. То есть мы заморочены на комментарии. Все очень подробно описано. Сейчас мы даже стали вставлять. Вот сегодня мне прислали, я был счастлив, мне прислали первый ноутбук, где идет код и сверху вставлена видюшка. А вот ссылка на этот блок видео с занятия. И вы можете кликнуть и пересмотреть. То есть очень быстро можно найти, где было про это на занятии, если что-то надо вспомнить, подробнее разобраться и так далее. Все ноуты покрыты комментами. И это моя гордость на самом деле. Так, давайте я подвечаю на вопросы. возможно реализовать проект сортировки мусора. Да, возможно, отличный проект. Можно ли с помощью, только нужна будет база, и написать программу прогнозирования характера дальнейшего поведения девушек, становится на эмоциях. Можно, если будет база. Без проблем. Я вообще шучу на эту тему, что сначала будут нейронки такие базовые, потом они начнут крутые проекты делать, очень мощные, анализировать экономику, потом появится реальный искусственный интеллект, и финально появится нейронка, которая понимает женщину. Но, это я шучу. С прекрасным отношением к женщинам. Вообще можно, если есть база, то можно предсказывать поведение человека, эмоции и так далее по видео, ну, по эмоциям на видео. Чтобы писать код на Python, нужен только браузер. Да, в Google лаборатории нужен только браузер. Никакого софта ставить не нужно, и операционка все равно какая. Вы будете учить нас международной терминологии, и международной терминологии, и русифицированная будет версия. То и другое. У нас куча собственных баз. Сексизм. Да, это ужасно. А вообще у нас обучается куча, ну, у нас обучаются женщины, у нас в команде, ну, давайте так, тема сексизма. У меня большая часть команды вообще девушки, и я, принайменно, уделяю больший приоритет. И у нас, вы разработчик, у нас одна из ведущих курсов, Тамара, и очень крутой разработчик, у нас на курсе периодические женщины, примерно 10%, или чуть больше. и ну, очень круто кодят многие. А сексизм это не ронг, а на женского пола. Правильно говорить, как-то унифицированно. Надо сделать еще, чтобы был не ронг. Если работает фронтенд, и веб-разработчиком можно идти на прокурс. Да, без проблем вообще. Хорошо. Собственные базы для обучения. Обычно все обучаются на стандартных базах. У нас так было поначалу, полтора года назад, мне это не нравилось. И мы создали огромное количество баз для обучения в вас, релевантных, реальных, реалиям нашим. И мы их сейчас покупаем, вкладываемся сильно туда деньгами. База резюме на HeadHunter для определения зарплаты. База квартир для определения стоимости. Писатели, для распознавания писателя. Обращение граждан в органы госпласти. Определение выделения рассказов финала литературного конкурса. Предсказание акций Лукойла, нефти бренд, биткоины эфира. Кластеризация продаж интернет-магазина. Оценка стоимости машин по объявлению на ювелие. Распознавание марок машин. У нас сегментация самолетов, сегментация стройки, определение симптомов, болезни по симптомам, по описанию симптомов. И я даже сейчас все не перечислю. Сегментация юридических договоров. У нас сейчас появляется база как раз по распознаванию пожаров. База по оценке купит ли человек после регистрации на сайте, по его поведению на сайте. И просто у нас куча реальных баз. Я сейчас далеко не все перечислил. Каждый месяц у нас прибывает количество. Мы вкладываем довольно большие сейчас деньги. Мы сейчас собираем кожные заболевания для классификации нейронки. Но это как раз я хочу коммерческие проекты из этого делать. То есть, что сфоткал, если что-то не так. И на тебе сразу говорит, что это. И, короче, мы собираем кучу баз. А, собственная база диалогов для чат-ботов для обучения. Собственная база дикторов для предприятия. Диктора по голосу. Люди начитывают Гарри Поттера. Пять дикторов. Короче, у нас куча уникальных баз. Дальше. У нас супер проработанные домашки. Мы все домашки делаем в несколько версий по сложности. Light Pro и Ultra Pro. И вы можете выбрать свою сложность. Мы на каждом занятии, с шагом на два занятия вперед, делаем разборы домашек. Про сложных домашек, самых интересных. То есть, мы вам будем их разбирать подробно, с кодом готовым. Все домашки на курсе. Дальше. У нас очень крутые кураторы с хорошим опытом и очень быстрым ответом на вопросы. Мы сейчас в среднем на скорости ответа где-то полчаса, может быть, до часа. Но вот на скриншоте иногда я отвечаю, но чаще кураторы. Вот здесь одна минута до ответа. Одна минута до ответа. Дальше. Кураторы также будут проверять ваши домашки и давать обратную связь по ним. Я сейчас хочу взять куратора в том числе еще и в штат. И тогда мы вообще скорость ответа повысим. То есть, я хочу скорость ответа добиться 10 минут в среднюю на вопрос. Я знаю, что больно рынке образования, долгие ответы кураторов. И мы с этим работаем. Если верстальщиком. Ну, смотрите. Зависит от того, что вы хотите, насколько быстро обучиться. Если есть сомнения, сходите, идите лучше на Лайт. И потом всегда можно будет допройти темы PRO. Какая операционная система? Любая. Мы все обучение в браузере. Google лаборатория в браузере. Запись. Да, завтра придет запись вечером. Обратное распространение. На этом курсе нет. Все библиотеками. Но я ему в целом расскажу. И у нас сейчас готовится курс по глубокой математике. Можно будет в конце это занятие взять после курса. И там будет как раз руками написано обратное распространение. Ну, я его писал в 2003, 2009 и так далее. Не было в библиотеке. Все это писали. Но сейчас это уже нет необходимости. Дальше. Удобство обучения. Смотрите, как выглядит само обучение. У вас раз в неделю одно занятие. Это поток PRO. 26 занятий, 26 домашек, 26 разборов домашек, 6 месяцев поддержки куратора, неограниченное количество консультаций. Поток Light. 36 занятий, 36 разборов, 9 месяцев куратора, тоже неограниченное количество консультаций. То есть здесь плюс 3 месяца с небольшим обучением питону и математике. Одно занятие в неделю, поверьте вам, этого выше крыши хватит. Потому что обычно надо и выше пересмотреть, потом и делать домашку. Сразу скажу, если вы другой часовой пояс, или вдруг вы в командировке, в отпуске и так далее, вообще нет проблем. Смотреть можно в записи, я рекомендую смотреть в записи. Потому что я все вебинары смотрю в записи. Потому что я обычно ставлю скорость x полтора, и я могу параллельно сидеть, кодить, могу хоть думать, поставить на паузу, перемотать, пересмотреть. Я постоянно сам обучаюсь, и я смотрю все время в записи. У нас больше половины человек смотрят в записи. Поэтому, если вы другой часовой пояс, или еще что-то, или уезжаете, вообще нет проблем. Плюс мы никак не ну, никак не торопим вас. То есть, все, что вам нужно, сдать домашки, если вы хотите трудоустроиться с гарантией, вам нужно сдать домашки к концу курса. И все. Так делайте в своем темпе, вообще нет проблем. Тоже спрошу про возможности. Можно ли посчитать, сколько ресурсов на планете тратится на ведение войн? Сколько людей может прокормить планета при грамотном использовании ресурсов, сменении системы образования? Нет. Это слишком глобальный вопрос. Ну, то есть, если вы соберете базу, то можно, но вы не соберете, скорее всего, такую базу. Ну, то есть, это слишком глобальный вопрос. И дело не в нейронках. Вам нет контента, который вы сможете подать. Можно ли с помощью нейронки производить факторы, благодаря которым конкретно 10 сайтов вышли в топ-10 Яндекса? Если у вас есть, будут параметры сайтов, и сайты, которые вышли в топ-Яндекса, какие не вышли, то вы сможете обучить нейронку и сказать, типа, а вот этот сайт, скажи, он выйдет в топ или нет? Можно. Но вопрос, сможете ли вы эти параметры собрать внутренние. Но в целом, это актуальная тема нейронка для SEO. На нейронке применение нейронок для SEO. Если на любые знания по программированию, возможность 36 занятий освоить питон. Питон можно освоить за 5 занятий, и вы за 5 занятий его и освоите. То есть первые 5 занятий будет питон, а дальше нейронки. Питон очень простой. Можно сделать нейронку, которая делает нейронки. Да, сейчас весь мир, Microsoft, Google, DeepMind и так далее копают в эту сторону. И мы будем проходить, как сделать нейронку с помощью генетических алгоритмов, автоматически собирать нейронки эволюционным методом. И у нас некоторые дипломники это применяли очень круто. Это вообще говоря, мое ноу-хау. Хорошо, все обучение дистанционно, приезжать вообще не надо. Все занятия дистанционно, домашние дистанционно, защита диплома и экзамен дистанционно, диплом высылаем почтой, курьером и так далее. У нас будет очное обучение дипломов в Москве, кто хочет, приезжайте, кто-то к нам даже прилетает из других городов и даже стран, чтобы увидеться, пообщаться. Мы только за. Плюс скоро мы планируем конференции, но в целом приезжать нет необходимости. На обучение нужно 10 часов в неделю на качественное обучение, минимум 5 часов. Это либо если вы хотите очень поверхностно, либо если вы супер гуру в IT. Если говорить про стажировку, то еще плюс 7 часов в неделю. Все обучение в Геткурсе это очень удобный, крутой вебинар. Я уже сговариваюсь, сори. У меня вот эти 12 часов работы в день и голова чекает. Это очень крутой сервис по обучению. У вас там будет личный кабинет, у вас там будут приходить вам все занятия, все ссылки, все домашние задания, у вас там все сохранится. То есть вы сможете все это видеть, и доступ к вебинарам у вас будет неограничен, и в том числе и после курса. Ко всем материалам, к коду, к вебинарам. Кстати, очень многие благодарят за то, что мы даем кучу готового кода, им помогает трудоустраиваться и вообще работать. И мы сейчас это начинаем оформлять во фреймворк, чтобы у вас был готовый, удобный фреймворк, в котором есть все написанные нейронки, функции нужные и так далее. Там же вы в Геткурсе сдаёте домашки, вы сдаёте домашки, получаете обратку от куратора и так далее. Там же чат с куратором и чат и поддержкой, менеджером поддержки. Плюс есть чаты. У нас есть чаты для каждого потока отдельные с куратором, там есть менеджер, там есть я, я их постоянно мониторю. Куратор вообще на он стоп их мониторит. И есть обычный чат-болталка. Поделиться новостями, чем-то интересным и так далее. В теме я, книжками поделиться и так далее. Я живу в Москве, можно будет получать очные консультации. Но только если приезжать сюда ко мне. Я живу немного за МКАДом в коттеджном поселке. Неужели бумажный диплом? Конечно, диплом установленного образца, официальный, в корочках, красивый, с приложением. То есть как дипломы первым и высшим, такой же внешне. Но только дипломы переквалификации. Электроны для резюме, no problem. И плюс, смотрите, да, забыл сказать, все дипломы мы регистрируем в ФРДО. Мы замучились это делать. ФРДО это официальная электронная регистрация дипломов. То есть вы все с получением диплома будете зарегистрированы в ФРДО. Там всякие электронные ключи, мы проходили кучу проверок несколько месяцев и так далее. То есть у вас будет электронное подтверждение диплома. Дальше. Мы гибко подстраиваемся под потребности группы. Например, нам недавно сказали, а можно сделать так, чтобы в ноутбуке была прям ссылка на одном из неоткрытых дверей, сказал человек как раз пару недель назад. А можно так, чтобы в ноутбуке была ссылка на видео про этот фрагмент, у всех фрагментов. И вуаля, сегодня мне это прислали. То есть мы очень реагируем суперлояльно и открыто к вашим пожеланиям. Второе. Мы проактивно собираем обратную связь. Каждый месяц мы делаем большой опрос, примерно 25 вопросов в Google форме. Ну, у вас займет минут 10 на самом деле. А курсе. Как вам темы? Как вам техподдержка? Как вам куратор? Приходят ли вам рассылки? Как вам вообще вебинары? Как у вас двигается диплом? Все. Оценивайте. После каждого вебинара мы также по каждому этому вебинару высылаем опрос. Как вам преподаватель? Все ли было понятно? Как вам тема? Как вам база? Как вам домашка? Как вам ноутбуки? Как вам комменты? Все опрашиваем и так далее. Собственно, вот. Мы очень реагируем на эти вопросы. То есть, мы их реально мониторим. Мы их отправляем преподавателям. Саша, руководитель учебной части, их тоже мониторит. И мы, у нас такой есть стандарт, что если кто-то поставил оценку нормально или плохо, мы обязательно звоним этому человеку и спрашиваем, в чем была проблема, что нам исправить. И если меньше, чем 70% оценок отлично, мы тоже инициируем повторный вопрос. Почему нужно брать рассрочку в банке? Почему нельзя вам по месячному платить? В чем проблема? Ну, встречный вопрос, а в чем проблема рассрочки в банке? Обычно, если проблема рассрочки в банке, то большой вероятностью будет проблема в рассрочке у нас. Но снова, банки специализируются на этом. У нас нет службы безопасности, службы контроля, в том, чтобы вы оплачивали. Обычно рассрочки от нас скатываются в то, что люди просто забивают. С банками люди не забивают платить, с нами забивают. И просят, можно я, пожалуйста, я буду обучаться, но заплачу через месяц. И так далее. С этим очень неудобно. Поэтому банки. Снова, если только банки все отказали, есть рассрочка от нас, но максимум на 2-3 месяца. То есть, первый платеж 50%, и еще 2 по 25%. И это максимум. Но снова, потому что с банком есть высшая степень обязательства платить. С нами, с компаниями, реально люди забивают и очень просятся, что можно мы заплатим позже. Дальше. Мы обучаем Google Клабораторию. Это сервис от Google. Вы просто заходите в браузер, и можно там программировать. Напрямую в браузере. Вам не надо ничего ставить. Вам не важно, какие у вас операционные системы и так далее. И плюс, Google нам дает бесплатно очень крутые видюшки Tesla V100. Они стоят такая видюшка 1-400 тысяч рублей, и вы можете обучать на них. Еще огромный плюс, то, что вы поставили сетку обучаться, вы можете работать, вы можете смотреть фильм, отдыхать, что угодно делать, и вас комп не тормозит, потому что все обучение происходит на серверах Google, и это очень круто. Требования к сахту железу никакие, браузер и клавиатура мышка. Фух, тарифы и цены, наконец-то, самое интересное. Базовый тариф стоит 69 900 за 27 января, 27 января 79 900. Это все основное, что я рассказывал. Здесь написано для пропотока, 26 или 36 занятий, столько же домашек, столько же разборов, поддержка кураторов у программистов 6 месяцев, у новичков 9 месяцев, диплом, гарантия трудоустройства и курсы в подарок. Программистам Python для анализа данных, математика и курс трудоустройства, новичкам Python разработчик 10 занятий и базовая математика и трудоустройство. Как в Гуглу системы для прода делать без среды? Для прода уже нужно у себя делать, нужна будет видюшка и PyCharm. Но снова мы проконсультируем и там довольно просто. Хотя иногда в Гугле можно и прод делать. Ну в смысле в Гугле можно прод нейронку обучить, а выкладывать в продакшн там нужно будет среда и PyCharm и если обучать, то какая-нибудь видюшка хотя бы там 10-80 яйк. Хорошо. У нас есть тариф базовый. Это тариф так, попробовать чуть-чуть. Стоимость 24 900. С 27 34 900. У Pro потока туда входит 10 занятий по нейронкам. У Light потока входит 13 занятий. Это база Python, математики и обработки данных. Но без занятий по нейронкам. Это бедение. Обычно у него идут либо если по бюджету слишком много платить 69 900, либо если хочется просто познакомиться. Здесь поддержка куратора 10 недель. Здесь сертификат не диплом и в подарок один курс. Python для анализа данных у Pro потока, Python разработчик 10 занятий у Light потока. Сразу превосхищаю вопрос, можно ли прийти на базовый а потом перевестись на основной тариф. Можно, но будет уже без скидки и без подарков. То есть будет Pro тариф за 79 900, то есть вам надо будет доплатить до 79 900 и не будет тех двух подарков. Почему? Потому что это справедливо по отношению к тем, кто оплачивает сейчас полное. Есть тариф консалтинг. Тариф консалтинг, он стоит на 25 тысяч дороже, 94 900. Здесь снова, 27 января тоже выше цена 109 900. Все то же самое, но мы будем прямо с вами работать над вашим проектом. Обычно это для компаний или для крутых разработок, кто хорошо зарабатывает, кому 25 тысяч разница в деньгах и кто хочет супер получить эффект от курса. Мы с вами будем прямо созваниваться в зуме с демонстрацией экрана и сидеть вместе кодить над вашим проектом, обсуждать гипотезы, смотреть, совместно кодить, мы будем совместно в ваших данных копаться, когда-то мы будем вообще ходить без вас, тестить какие-то гипотезы и так далее. То есть мы прямо подключимся в ваш проект до готового итогового проекта. Расстрочки от... Так, ну курсы, которые подарочные. Python это 10 занятий в записи с куратором стартуют уже скоро, 27 января. Они регулярно стартуют, то есть вы сможете уже скоро начать обучаться еще до курса. Математика базовая это 30 мини-занятий, разделенных на удобные темы. Ну то есть вы можете быстро навигацию найти нужную тему, вспомнить, которая вам нужна. Старт 27 января также. Мы их продаем в открытую по 24 900. Кто-то их покупает, это нормальная рыночная цена для таких курсов по 10 вебинаров или по 30 мини-занятий. Но для вас гораздо выгоднее получить подарком к основному курсу. Да, Артем, спасибо огромное. Вы можете перейти по ссылке от Артема, там есть тарифы, там есть ссылки на оплату, там есть чат, куда вы можете написать Артему. Дальше, куда вы можете обращаться. Первое, вы можете написать мне в личку. Лучше всего писать мне в личку, если у вас вопросы на про или на лайк, или вопросы сможете ли вы реализовать свой проект. Я готов вас консультировать, сколько потребуется, хоть созваниваться, хоть текстом, хоть как. Я вообще открыт, пишите, не стесняйтесь. Даже если вы напишите технический вопрос, окей, не страшно, я переадресую в отдел продаж, но лучше пишите мне по нервоночным концептуальным вопросам. Организационные вопросы. На сайте есть чат, можете написать Артему. Плюс у нас есть консультанты, специально обученные, они идеально знают все про курс, идеально все про курс знают. И они, то есть мы прям команду обучаем нейронкам, то есть они в целом, они не программисты, но они в целом понимают, что такое нейронки, как они устроены, то есть мы обучаем внутри нейронкам наших сотрудников. Кстати, многие у нас на курсе вообще полным обучаются, потому что это безумно интересно, прям сотрудники. У нас есть много таких консультантов. На сайте есть телефон, вы можете позвонить и вас 100% проконсультируют и помогут вам со всеми вопросами. И, например, с частыми вопросами, как получить рассрочку. Последнее, кстати, про рассрочки, как я говорил, банки, 6-12 месяцев, процент одобрения сейчас хороший, и у нас больше половины людей берут рассрочку от банков и приходят по рассрочке. Первый платеж через один месяц, условия все действуют, если вы берете рассрочку, все скидки, все подарки, все это действует вам, то есть, что вы полностью платите, что рассрочкой, без процентов, потому что процент за вас платим мы, как если бы вы брали кредит. Что-то я еще хотел сказать. Да, обычно у нас кто-то оплачивает прямо сразу после дня открытых дверей, но кто уже все, точно принял решение, понял, что пора, хочет идти обучаться. Кто-то оплачивает, ну, вот к 27-му числу, кто-то пообщается с консультантами, с Артемом, кто-то напишет мне в среднем плюс-минус, ну, в течение этих нескольких 4-5 дней, кто-то вот в последний день оплачивает, сейчас на 27-му это что? Это понедельник. Собственно, вот, поэтому думайте, принимайте решение, сейчас я готов отвечать на ваши вопросы, какие у вас есть. Пишите, я с вами готов отвечать. А, на всякий случай, один момент, просьба по поводу ватсапа, пишите в ватсап, первое, не в телеграм, у меня телеграм только на телефоне, я его не люблю, ну, потому что он очень неудобен. Второе, просьба не звонить, у меня гигантское количество, у меня там вот сейчас дни расписаны по полчаса, ну, то есть, если вы позвоните, 90% вероятности вы попадете либо на совещание, либо на консультацию участника, либо на собеседование, поэтому пишите в ватсап, я вам всегда отвечу, там, максимум в течение одного дня, и мы поставим созвон куда-то, там, на пару дней вперед, где есть время в графике. Если на этот поток не иду, хочу следующий, нужно 9 месяцев ждать потом, конечно, нет, смотрите, следующий поток будет в конце апреля, в конце апреля, если вы оплачиваете прямо сейчас, то вы сможете заниматься на этих подарочных курсах уже сейчас, и, ну, и плюс, будет вот эта низкая цена. Насчет повышения цены часто спрашивают. У нас мы не, ну, не супер прям думаем повышать цену, но я не могу гарантировать, вероятность некоторая есть, что мы будем повышать цену, но не скажу, что супер большая, но честно говорю. Если взять рассрочку и досрочно погасить, цена ведь ниже, ну да, да. Артем, а пришли, пожалуйста, ссылку на лайт. Ты сейчас прислал две ссылки дотпро, а пришли еще дотлайт ссылку, для которой новичков. Давайте я скину быстро. Pay.lite Вот это ссылка для новичков на курс. Там есть подробные, Артем, к счастью, или, к сожалению, нет, Артем, живой человек. Там есть подробные программы обучения по этим ссылкам. А, и, кстати, вот еще. У меня на странице выложены видео. Сейчас, секунду, я вам пришлю. Посмотрите, у нас только вышло классное новое видео про нас. Это для новичков, но в целом отзывы там есть о нас. И в целом там рассказывается. Мы такое сейчас готовим для про-потока. Вот она только появляется, скоро будет. Ну, там понятно, что для про-потока не трудоустроитесь, основной посыл и станете middle-разработчиком. Хорошо, коллеги, есть ли еще вопросы? 22.01, я почти ровно, но у нас периодически затягивается до прям дальше, чем до 22.30, где-то так. есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Счастье, что мы победили этот сервис. Есть. Хорошо, присылайте. Почему для про-неважного трудоустройства? Ну, в основном это разработчики, которые уже работают и они хотят и довольно успешно, хорошо зарабатывают и они хотят просто добавить себе компетенцию. То есть мы проводили опросы где-то 10%, максимум 15% про актуальное трудоустройство. Кому-то актуально, но в основном они хотят в рамках своей же компании получить новые более интересные проекты, сместить акцент своей специализации и так далее. 10%. Welcome. То есть про потоку мы тоже даем гарантию трудоустройства и мы вам поможем про поток трудоустроить проще, поэтому мы вам точно подберем хорошую компанию. Да, сразу скажу, что кто-то из вас с большой вероятностью будет в итоге работать у нас, потому что я расширяю команду, у нас сейчас появляются стартапы, я очень вкладываюсь в контент, к концу года я ориентируюсь к декабре, что у нас будет 15 разработчиков. У нас есть стажировка, для меня стажировка это на самом деле большая кузница кадров в том числе, поэтому будет возможность к нам, мы впереди планеты всей, платим адекватные деньги, у нас очень круто работать, очень быстрый рост и удаленная работа со свободным графиком и печеньки. Если оплатить налом вам сразу со скидкой процентов, без проблем, можно оплачивать, только не понял, что такое со скидкой процентов. если пойду на про и пойму, что не тяну, могу перейти на лайк. Да, без проблем. То есть мы в этом супер лояльны. Интересно, привлекательно. Ура, рад, что вам понравилось. Ну, я не знаю, видно или нет, но я фанатею этой темой, поэтому я за то, чтобы как можно больше человек пришло, занималось, чтобы уже лет через 10-20 у нас мир изменился, капец как, и были фантастические проекты. Параметры для ИИ обычно где-то хранятся, база данных очень огромными различными типами информации. Насколько бывает сложным понять, каким параметрам нужно обучать ИИ? Ни одно из самых сложных мест в разработке. Нет, это не самое сложное, довольно просто. В принципе, для базовых обучений ИИ просто SQL-ка или CSV-ка, Excel-ка и так далее. То есть здесь все достаточно просто, если не говорить про масштабы Google, Mail-а и так далее. Вы платите процент банку. Да, мы сможем вам сделать скидку на процент банку, если вы нам оплатите наличкой. Это будет очень хорошо. Как оформить расстройку? Ну, хотя, Дмитрий, напишите мне в личку, я уточню еще в бухгалтерии, можем его принимать наличкой и факт, что у нас есть касса. Но напишите, и мы что-то стараемся сделать. Как оформить расстройку? Стоимость будет выше. Стоимость будет та же самая, все скидки действуют при расстройке. Как оформить расстройку? Напишите Артему в чате на сайте или вот по контактам, которые он приседал выше. Артема, продублируй, пожалуйста, контакты. Или позвоните по телефону на сайте, и вам консультанты помогут, подскажут, отправят заявку в банк. То есть мы вас полностью сопроводим, мы поможем, отправим заявку в банк и так далее. картой. А, ну тогда вообще прекрасно. Дмитрий, напишите Артему и мы что-то для вас придумаем точно. Все доступно и понятно. Ура, я очень рад. Как оформить расстройку? А, я сказал. Какая конверсия у вас в среднем после таких презентаций? Блин, я не скажу. Мы не меряем прям конверсию, потому что у нас в любом случае консультанты уже общались с многими. Ну то есть далеко не все происходит только от дня открытых дверей. Но в целом очень многие участники после дня открытых дверей принимают решение о том, чтобы прийти, потому что получают ответы на свои вопросы. Кто-то еще пишет мне, я консультирую и так далее. Бывают ли какие-то проекты в сфере спортивных ставок? Да, у нас был проект ставки на эти скачки в процессе обучения. Мы можем найти контакт того участника и с ним как-то спросить его, хочет ли он проконсультировать и пообщаться. Он был с февральского потока год назад, начал обучение. Ну и в любом случае я смогу проконсультировать вас по этим проектам, то есть они мне понятны. Какая ваша личная мотивация для трудоустройства обучающих? К нам гораздо больше придет обучающих, когда у нас будет сотня. У меня цель за год сделать сотню прям оформленных крутых кейсов, оформленных крутых кейсов по трудоустройству. Поэтому чем круче мы трудоустраиваем, тем больше к нам приходит учить. Вот личная мотивация. Какой процент доходимости студентов? Довольно высокий, но около 80-90 процентов. Часть студентов понимает, что они не успевают. У кого-то отпуск, у кого-то командировка, у кого-то родился ребенок недавно, как раз писал участник, и они просят привести на следующие потоки. Мы здесь тоже суперлояльны, и мы всегда переводим на следующий поток, на один, на два потока вперед. Просто замораживаем обучение без каких-либо доплат и так далее. В целом очень высокий хорошо. Коллеги, давайте, наверное, завершать. Какие вопросы пишите Артему на сайте, звоните консультантам по телефону на сайте или вот Артему по его контактам. Пишите мне, если будут вопросы именно проконсультироваться. Еще раз, вот мой ВК, вот мой WhatsApp. В целом я буду очень рад вас у нас видеть, особенно если вы придете с крутыми проектами. Мы 100% с вами проведем очень классный курс, у нас каждый следующий курс становится все лучше и лучше. Вы выйдете все с готовыми проектами, с готовыми дипломами, кто хочет трудоустроиться, мы вас всех трудоустроим, и вы будете в новой классной сфере, будете от этого хорошо срабатывать, кайфовать от интересной работы, потому что нейроники это безумно интересно. И собственно вот. Да, рад был вас видеть, хорошего вам вечера, приходите, пишите вопросы, и надеюсь до встречи на курсе уже в принципе в ближайшее время. Всем пока.